Уважаемые коллеги, продолжаем цикл лекций приглашенного профессора Центра Элизарова Али Аль Каиси. С удовольствием его вновь представляю всей аудитории. Сегодня будет вторая лекция, посвященная системным заболеваниям с названием «Маски и отличия фенотипической и генотипической корреляции у пациентов с нарушениями лизосомального обмена». Друзья, я рада вам представить вторая лекция с профессором Али Аль Каиси «Миследовая фенотипическая и генотипическая корреляция в пациенте с лизосомным обмена лизосомным обмена». Али, пожалуйста, я нажимаю на «Но» здесь, чтобы share. Доброе утро. Это наша вторая презентация. Сегодня я буду говорить о обманчивой фенотипической и генотипической корреляции у пациентов с лизосомными болезнями накопления. Два процента людей думают, три процента людей думают, что они думают, а 95 людей предпочли бы умереть, чем думают. Мне нравится это выражение Бердарда Шоу, потому что очень немногие могут выйти за рамки привычного. Очень краткое введение. Проблема у мукополисахарейдоза, будем его называть эндисемь, это наследственные лизосомные нарушения хранения, вызванные ферментативными дефектами катаболизма, великая замена великанов. В настоящее время существует 11 различных ферментативных дефектов, связанных с семью различными типами МПС. Отсутствие ферментативной кинозы приводит к ткани специфическому внутриклеточному компанию. У нас есть мультисистемные осложнения, связанные с органоспецифическими недостатками. Сегодня я хочу представить семью при поколении. Важность этого исследования заключается в том, чтобы обозначить факт, что лизосомные болезненные накопления редко встречаются в тяжелых случаях, но очень часто наблюдаются у пациентов легкой и средней степени в возрасте 20, 30, 40, 50 лет. Семейный анамнез, папа 40 лет, жалуется на болезни с возраста 20 лет. Ему была назначена терапия анальгетиками. Когда мы сделали рентгеновский снимок, мы увидели, что есть рентгеновский снимок с диспластическим типом заболевания. Боковая рентгенограмма черепа показала оссификацию меж клиноидной связки и гиперостоз основания черепа. Видите, здесь также присутствует гиперостоз. Мама, это жена, которая является первой кузиной. У нее были такие же проблемы, как и у мужа. Первый ребенок, мальчик, был диагностирован тяжелой гипотонии. И диагностика тропии спинно-московой мышцы первого типа, Бергик Хопмана. Мама говорила, что у него были крупные черты лица, но ребенок умер в возрасте 9 дней. Вторая беременность, мальчик также со множественными порохами развития, с умеренной гипотонии, квадриплэгической и спастической серверной проречи в возрасте 3-х месяцев. Расщелина неба была проречена хирургическим путем, и МРТ в возрасте 6 месяцев показала гипоплазию терапаоса. Сироп был назначен для преодоления вопадков, также проблемы с глазами. У второго мальчика, спастический и церебральный паралич, клиническое обследование, показала рост минус 4 СД. На лице черепа лицевой особенности отражали толстые густые волосы, узколобные части, симметрия лица, гипотелоризм, депрессия моста. Его брат, третий мальчик в семье, также был диагностирован синдромом Марата Лами в возрасте 5 лет, который был подтвержден генетической экспертизой через мутацию гомозьготы. Но в отличие от старшего брата, у которого наблюдалось тяжелое умственное отсталость и контрактура мутации в гене ARSB не наблюдалось, что было очень удивительно для врачей. Это был третий ребенок в семье. Первый ребенок был диагностирован в мышечно-скелетной дистрофии и умер в возрасте 9 дней. Это второй ребенок. В любом случае, был поставлен диагноз МПС-6, который был подтвержден мутацией гомозьготы, мутация в гене ARSB и также стенозометрального клапана. Обследование скелета показало диагноз ДЦП у папы, более неизвестной отеологии в спине, у мамы, более неизвестной отеологии. То есть мы заказали рентгенологическое обследование, которое показало коллапс в зоне шейки бедренной кости с хондродисплезия и гипопластические кости в зоне подвздошных тел. И дальше рентгема боковой снимок позвоночника показал платье функциональная бекомплексная конфигурация с крючкообразными позвоночниками. На снимке кистей, видна гипоплазия запястных костей неправильной формы, отмечаются укорочения трубчатых костей и диагнозы расширенные. Все свидетельствует о диспластическом нарушении. У старшего ребенка, мальчику было 15 лет, у которого были тяжелые контракторы, рентгенограмма бокового черепа. Показала, мальчику было 15 лет, когда я обследовала его. У мальчика проявляла сумственная осталась в тяжелой степени и был протестирован несколько раз на МПС. Рентгенологически проявился толстый склерозированный свод черепа, большая турецкое седло и киберостоз основания черепа. Мы также сделали ременовские снимки таза двоих братьев, которые показали аналогичную патологию. Шейки бедренных костей вальгусной ориентации, тела подслужной костей гипопластические и коллапс головки эпифизобедренной кости. Вопрос, является ли этот фенотип указанием на диагноз серебрального паралича. Интересно, после двух лет всяких противоречий были выполнены серии генетических исследований, которые показали, что в гене GNS, который совместим с заболеванием МПС-3Д, была обнаружена гомотикотная мутация. Этот ребенок, который был диагностирован в ДЦП, после двух лет серьезных генетических обследований, я сказала, что нет, это все-таки МПС. Мы должны найти какой-то тип МПС. И два года для нас оказались успешными в подтверждении диагноза. Мы нашли мутацию, и оба родителя оказались гетероэтиготными для гена N, ацетилглюкозозамина-6 с сульфатазой. Три члена семьи, это с ребенком никогда не было в истории, чтобы ребенок с расщелиной губы, с такими грубыми чертами лица, с умственной сталь, с отсталостью и множественными контрактурами, был диагностирован с МПС-3Д. И такого никогда не было в медицине. Но в медицине нет правил. Если у вас есть мозги, и вы не сбрасываете все в одну кучу, вы можете, вы должны разобраться, вы должны думать. Это не мистерия, это просто анализ рентгеновских снимков, анализ результатов. Снимок подзвоночника тоже предполагает наличие диагноза МПС-3. То есть мы обследовали три поколения одной семьи с общим числом обследований 25 человек, некоторые из которых были диагностированы с МПС в возрасте от 4 до 60 лет. Я не хотел бы, чтобы все видели эти фотографии, это приватно предназначено для коллег центра Елизарова. Это дети, это сестры, это родственники, это мужья с женами. Очень интересно, что дядя этого мальчика, которому 35 лет, у которого были проявления диспластической спондилолистезы в результате врожденных аномалий тела, позвонков и фасеток поясничной области. У него также, вы можете видеть, что черты лица дяди и племянника очень схожи. Как я сказал, что черты лица, грубые черты лица, толстые брови, большой рот, дефицит внимания, низкая успеваемость в школе, боли в спине с подросткового возраста. Это также характерный для этих двух пациентов. Брат со стороны матери, он также носитель, генетический носитель заболевания. Вы тоже видите признаки спондилолистез, постфиоз, дисковертебральная дегенерация мягкой. В любом случае, это шестилетняя путина, у которой очень подвижные связки. Сколиоз, остеопения, миопия, также характерны для этой шестилетней девочки. Это очень мягкий, очень легкий тип. Сколиоз, остеопения, степени пятой. Это не что-то спорадическое, это синдром. Мы уже наблюдали два случая МПС тяжелой степени. И у нас есть с чем сравнить рентген шестилетней, рентген позвоночника шестилетней девочки. Показывает логноз позвоночника, постепения, ранее дегенерация позвоночника, дисплазия межпозвоночных дужек. Ее прабабушка в возрасте 42 лет принесла декомпрессионную операцию по поводу стеноза позвоночника. У нее также были проблемы с сердцем, с почками, в дополнение к поставленному ягоду. Я видел всю ее документацию, операцию, но ламиноэктомия была недостаточной для разрешения ее проблемы, так как сохранялась нестепенность позвоночника. То есть мы здесь можем поставить диагноз многокомпонентной дисплазии позвоночника. Наиболее яркие черты в трех поколениях мы можем поставить у рост 154-156 см у пяти членов семьи, грубые черты лица у семи, миопия у восьми, миопия минус 4, минус 6, у восьми членов семьи, у девяти членов семьи диастоз и дизастоз, проблемы со вниманием, нарушение сна у трех и проблемы со слухом у трех членов семьи. Другие заболевания, которые наблюдались в этой семье, в соотношении с МПС-3, это дефицит внимания и гиперактивность, нарушение функции внимания, это группа поведенческих симптомов, включающихся гиперактивность, невнимательность и импульсивность, нарушение сна, мигрень, плохие школьные успехи. Это функции, сопротивляющие некоторые семейные патологии данной семьи. Трудности со сном, характерные для МПС, особенно они типичны при решении проблем в ночном пробуждении и раннем утреннем пробуждении. МПС-3 состоит из трех паз. Первая фраза – один, четыре года, как и все, с удержкой развития. Второй этап – четыре, десять лет по поведенческим нарушениям, включая трудности со сном, агрессивное или разрушительное поведение, гиперактивность и внимания трудности. Третье, конечное – десять лет с постепенной утратой навыков, судорог и проблем с мобильностью и плотанием. Это классическое. То, что мы нашли, мы не только должны контактировать, что это классическое проявление МПС, это гораздо больше. Третья фраза – Марфин-синдром в возрасте 23-30 лет. Мы с уважением относимся к этому, но мы должны видеть то, что стоит за пределами привычных типов фенотипов. В заключении, обширная клиническая неоднородная значительная степень способствует задержке в установлении диагноза, особенно у взрослых пациентов с ПСС. Степень тяжести участия скелета может быть различной между и внутри одной и той же группы, поскольку здесь нет правил, и даже внутри одних и тех же семейных членов семьи. В связи с этой катастрофой мы не можем сказать, что это редко. Когда мы говорим, что это редко, я просто смеюсь. Только тяжелая степень – это действительно редкость. то есть ПСС – это может быть… Мы должны выявить соответствующие симптомы, мы должны провести тщательное рентгенологическое обследование, мы должны выявить клинические признаки либо спондилолистеса, откуда эта боль идет, либо по причине спондилолистеса, либо это проблема с шейном отделе позвоночника. То есть мы тщательно должны обследовать пациента всесторонне для всех членов семьи. Еще одна важность представления данного семейства заключается в подтверждении того, что генотип не является точным показателем для санкетяжести и, естественно, анамнеза фенотипы. Это очень важно. Это наше личное убеждение, как совместить все эти факторы семейные и выявление того, где деформация, где деформация, присутствует ли он в черепе или в позвоночнике. в коленях, где бы то ни было. Мы не должны рассматривать заболевания в сегментарном плане. Мы должны рассматривать заболевания как целостное для оценки тяжести заболевания. В последней лекции я говорил, что очень важно, где локализируется мальформация. Это наша обязанность применить наше знание и наш опыт для всестороннего обследования пациента и постановки диагноза. Два вопроса требуют ответа. Является ли МФС редким синдромом, образованием ответа? Да, в тяжелых случаях, но часто происходит в легких и умеренных. Можем ли мы установить четко определенные принципы для лечения МФС? И ответ – нет, мы не можем полагаться на какие-то одни клинические или рентгенологические проявления. Мы должны установить принципы, которые могут быть применимы для обследования каждой семьи. Но мы не можем на этом поставить точку и сказать, что да, мы уже определили все руководящие принципы для постановки диагноза. У нас должны быть мозги для того, чтобы проанализировать каждую клиническую ситуацию и поставить диагноз. Мы делаем рутинную работу. Наша цель – помочь людям поставить правильный диагноз, сказать «да». В каждом случае есть вопрос «почему». И в каждом конкретном случае мы должны поставить вопрос «почему» и предоставить ответ. Спасибо. Вы чудесно показали, что существуют определенные ортопедические патологии. Но многие типы ортопедические патологии, они не уникальны по каким-то синдромным заболеваниям. Например, мы должны иметь в виду только, скажем, один синдром, скажем, спондилолистез, который может быть и врожденным, и метаболическим. Несовершенный остеогенез, мукополисахарейдоз или какие-то другие виды дисплазии, связанные с данным заболеванием. Но очень-очень важно исследовать все виды, все типы в комплексе, все фенотипы. И после этого думать, подумать о генотипическом типе и использовать специфическую генетическую платформу для идентификации специфической проблемы. Это абсолютно уникальное заболевание. Нам всегда нужно сопоставить симптомы, потому что иногда родители не признают, что ребенок страдает умственной отсталостью. И родители не хотят раскрывать нам никакой информации, не хотят предоставлять достаточной информации. То есть они пускают нас по закрытому кругу. И наша задача убедить их, чтобы они смогли открыто рассказать и раскрыть нам всю информацию у них имеющуюся. Мы не полиция, мы врачи, которые должны помочь ребенку и понять и поставить точный диагноз. Я не могу сказать, что идиопатический. Когда я слышу этот термин, это просто пронзает. Мы 35 лет моего опыта и сотни пациентов, и я вижу, что некоторые коллеги пишут и употребляют термин идиопатический. нас нет семейной истории и семейного анамнеза, но у каждого ребенка есть анамнез. И вот уже с этого дерева мы строим всю генеалогию семейной семьи. Нам нужно выяснить нагрузку эту семейную. Идиопатически означает, что я не знаю, причина неизвестная. Почему неизвестная? Каждого пациента нужно обследовать и мы должны порекомендовать изучить тщательно естественную историю, например, дисплазия дозабедренного сустава, эта патология не может быть пролечена и ее не рекомендуют лечить с помощью оперативного вмешательства. Наш коллега и один из лучших друзей центра Лизарова Пьер Журно, один из блестящих хирургов-ортопедов, также занимающиеся проблемами мукополисахаридоза в Европе не рекомендуют проведение какого-либо оперативного вмешательства у пациентов с мукополисахаридозом при дисплазии тазобедренного сустава, поскольку ситуация клиническая ситуация совершенно не меняется и послеоперационные результаты показывают много проблем которые пациент испытывает с тазобедренным суставом позвоночника я полностью согласен меня всегда волнует пациент когда диагноз ставится уже более позднем возрасте при изучении анамнеза нескольких поколений все они должны быть диагностированы не обязательно конечно диагностированы генетическим диагностом поскольку это достаточно дорого но план должен быть составлен им должны сказать что можно им порекомендовать с медицинской точки зрения как предотвратить развитие осложнений это то что мы можем сделать это очень важно для этих пациентов это то что это хоум месседж спасибо большое спасибо всем спасибо всем коллегам до свидания всего доброго до свидания до свидания до свидания